Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. В возрасте 28 лет я осознаю, что не могу долго переносить своей мать в общение. Живём отдельно, мне никогда не было с ней понимания. Она всегда была эмоционально закрыта, любовь от матрии компенсировала в подростковом возрасте бабочка. С тётя, ну и потом друзья и личные отношения стали гораздо важнее отношения с матрией. Сколько я ни пытался наладить отношения, как найти понимание, я его не нахожу. Она никогда не идёт на компромиссы, никогда не считает мнение важным или стоящим, больше пользуется советами чужих людей. Я устал от каких-либо отношений с ней, сейчас иногда проскакивают грубость в мой адрес, часто оскорбление. Я никогда никому не позволял так с собой говорить, и мать не исключение. Я не знаю, как правильно поступить. Хочу ограничить с ней общение до минимума, и помогать только в крайних случаях. Подскажите мать, я чего-то не понимаю в своём возрасте, не хочется её обидеть, но как человека достала. Ну, понимаете, здесь статия, которую вы описываете, в принципе, так вот, чисто по-человечески, она вполне ясна, вполне понятна ситуация. Вот, в том смысле, что, ну, действительно, вас, как бы, достала, там, грубости постоянные, да, свой адрес и так далее, то есть, кому это вообще будет как-то приятно и так далее, да, плюс не очень понятно, зачем это терпеть. Ну, вот, и, естественно, реакция, как бы, ну, здоровая, я бы сказал, реакция, да, это вот как раз общение-то и прекратить. Ну, или, по крайней мере, как вы говорите, вот, свести его, там, до какого-то минимума. Ну, вот, я не думаю, что это, знаете, как-то вот необычно здесь выглядит, это нормально выглядит, вопрос немножко в другом. У вас, очевидно, есть какие-то тёплые чувства к маме, потому что вы, ну, не хотите её обижать. Вот, это, конечно, очень здорово, что вы не хотите её обижать, по крайней мере, по крайней мере, я так себя, вот, и вам бы, вот, с другой стороны, найти бы свои тёплые чувства. А, по отношению к маме, обратите внимание, потому что эти чувства тоже есть и тоже есть. Но, у вас накопилось много боли, у вас накопилось обиды, у вас накопилось разочарование к своей маме. И это всё не может пройти как-то вот незаметно, да? То есть, это больно, это неприятно, это болезненно, это тяжело. Давайте, ну, как-то вот всё-таки будем, наверное, честным. Вот, поэтому я думаю, что одним из лучших решений для вас могла бы стать проработка ваших травм, которые мама вам нанесла в моем отношении. Ну, мы сейчас с вами не будем вдаваться в историю о том, были ли реальные травмы, травмы, есть ли реальные травмы или нет. Важно, что вы себя травмированной чувствуете. Вот, важно, что вы себя травмированной ощущаете, и это, в принципе, на мой взгляд, достаточно вполне. Вот, поэтому мне кажется, что большего, в принципе, и ненавидится. А вот уже когда вы свою болезненность проработаете, когда у вас ещё не останется, тогда уже можно будет говорить о том, что вам делать дальше. Мне кажется, по крайней мере, такая позиция по отношению к вам, мне кажется, такая позиция в общем и целом наиболее, ну, демократична, да? Вот, и вы можете уже тогда, опять же, на мой взгляд, принимать решение, как вам действовать, как вам поступать и так далее. Понимаете, да? А пока что, вы действуете на эмоциях и совершенно справедливо думаете, что можете пожалеть об этом. Вот. Поэтому мне кажется, что спешить, вот именно спешить, вам не нужно. В том смысле, да, что вы всегда успеете перестать общаться с мамой. Я не думаю, что это очень сложно будет. Я не думаю, что это будет очень тяжело. Ну, именно вот с точки зрения реализации этого. Вот. Но просто важно, чтобы вы не пожалели об этом. Вот. Поэтому ваши, ваши мысли, они довольно зрелые. Мне эти мысли не планируют. По крайней мере. Вот. Поэтому я считаю, что вы достойны все-таки, ну, хороших, как бы, отношений. Да, хороших, да, хороших, хороших отношений, даже, если вы, ну, не будете, ну, не будете общаться с мамой. Реально, вот, если вы, ну, не будете с ней взаимодействовать. Вот. Поэтому, не дробитесь принимать решение. Да, вы можете, вы можете иметь полное право отказаться от общения с ней, если оно, если вам не комфортно. Но, другой вопрос, захотите ли вы отказываться от общения с ней, да, захотите ли вы это делать. Если ваша, вот, ну, болезненность, да, уйдет. Вот. Если вам не будет так больно, как сейчас, захотите ли вы, ну, отказываться от общения с ней. Вот. Какой момент здесь. Я, честно говоря, честно говоря, в этом не уверен. Я не уверен, не уверен, что вы захотите с ней общаться. Я думаю, что вам больно. Я думаю, что, когда вообще, вот, каждое общение с ней вызывает у вас какие-то чувства. Каждое общение с ней вызывает у вас определенные эмоции. Ну, и вполне возможно, что каждое общение с ней вызывает у вас именно непрожитые эмоции, непрожитые чувства. Да, как бы. Ну, вот. Я думаю, что так вполне может быть. А, и вы хотите избежать вот этой боли. Вам, ну, вы просто не видите выхода, да. То есть, ну, а вот какой, какой выход это из этого. Ну, вот. То есть, что вы можете сделать? Маму вы не измените, да. Боль вы чувствуете, грубо говоря. Вот. Практически на, ну, на постоянной основе. Вот. И... Для вас это, ну, самое лучшее решение, эээ, для вас это самое лучшее решение. Сейчас. Возможно. Вот. Ну, а мне кажется просто, что, эээ, по факту, проблема это вообще не решить. Вот. От слова совсем. Поэтому я думаю, что есть другой способ. Вот. Вот. А, по поводу обидеть. Тут. 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 Тоже. Такой вот момент, да. По поводу обидеть. Я не думаю, что можете вы, эээ, своей мамой обидеть. Я не думаю, что вы можете вообще кого бы, кого бы то ни было обидеть. Вот. То есть это все-таки больше история про чувство вины перед мамой. И с чувством вины нужно работать, потому что оно может не уйти и выносить себя на полном, на полном основании обвинять, что я плохая, что вот, как я могу, там, так, с мамой и своей мамой. И так далее. И тому подобное. Ну вот. Поэтому, поэтому тут не все так вот прям очевидно. Ну, 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 на мой взгляд, на мой взгляд, конечно же. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам отдельно, вот, отдельно на эту тему обратиться, как бы, свое внимание. Потому что это важно. Вот. И дальше уже просто смотреть, вот, куда, условно говоря, заведет вас, вот, терапия, да, куда заведет вас исследование данной проблематики. Следующий важный момент, это как вас ранит и задевает то, что делает мама. То есть, конечно, в том, что она делает, ничего хорошего и позитивного нет. Оправдывать ее тем более я не собираюсь. Вот. Вот. Но, важно понять, хотя бы чисто для себя, как вас это задевает, чем вас это задевает. Вот. Почему? Потому что, от того, как вас это задевает, по большому счету, зависит ваша реакция на данную ситуацию в целом. Да? Как бы. То есть ооооооо, вы здесь маму свою привычным образом, обвиняете, да, что вот она меня не слушает, вот она там, на меня не обращает внимания, а там, и т.д. и т.п. и прочее. Это правда, но у вас это тоже как-то задевает, понимаете, и вам, вы, надо увидеть как, чтобы лучше в себе разбираться. Вот, а сейчас у вас пока что это не получается, пока что вам в себе откровенно сложно и тяжело, вот, я не говорю, что вы прямо должны, ну, больше, но все же, как мне кажется, достойны вы того, чтобы вам было комфортнее, как-то, мне кажется, вот, но решать здесь исключительно вам эту ситуацию, вот, как-то так, как-то так. Хотелось бы еще один момент затронуть, на мой взгляд, это очень достаточно важный момент, он касается того, того, как вы воспринимаете себя в контексте своей мамы. Как вы относитесь к себе в контексте своей мамы. мамы. То есть вот, вот эта вот недолюбленность, которую вы чувствуете, она, как правило, связана именно с особенностями восприятия себя в контексте мамы. Может быть, вы сразу сравнивали себя с каким-то другим, и получалась какая-то негативная история, может быть, что-то еще. Вот, с этого тоже можно начать. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи!